Генералу Скобелеву приписывали не только геройство, но и страсть к переменам. Он был крайне недоволен царем Александром III, о чем часто говорил своему другу-драматургу Немировичу Данченко. В душе Скобелев считают, что царское правительство ослабло, и если он решится на перемены, то армия пойдет за ним. Но честь для Скобелева была важнее политических амбиций, хотя многие хотели воспользоваться его авторитетом и даже радикальной тайной общества. Генерал оставался верен царю. Если бы хоть один офицер из моего корпуса был членом тайного общества, да я сразу бы уволил его со службы. Мы все приняли присягу на верность государю и следуем ей. Но слабый царь верность к генералу не верил и видел в Скобелеве лишь серьезную угрозу себе. Поговаривали даже, что именно с одобрения императора генералу подсыпали яд в шампанское. Но прямых доказательств этому нет. Ну а как у военного офицера, репутация Скобелева была безукоризненной.